Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами будет очень полезное видео, которое, я думаю, так или иначе поможет всем, кто пользуется айфонами. Поговорим с вами про iCloud и про хранилище iCloud, которое постоянно забивается и как-то же надо его очищать. Меня зовут Максим, вы на канале Демец Лаунж, поехали! Итак, эта проблема достаточно актуальная, потому что Apple до сих пор в 2021 году дает всего лишь 5 гигабайт в iCloud бесплатно. Но многие люди, конечно же, в 2021 году пользуются iCloud и возникают вопросы, как сделать резервную копию, как выгрузить фотографию в iCloud, как сделать еще что-то, в общем, как сохранить и копировать свои данные, чтобы всегда была у вас резервная копия. Дело в том, что 5 гигабайт для этого явно мало и со временем очень быстро это все забивается, у вас всплывает окошко, что нельзя сделать резервную копию, потому что мало места в iCloud. Сегодня я расскажу, как это побороть, как очистить память iCloud для того, чтобы легко было туда сделать резервную копию и, что самое главное, как настроить все так, чтобы сами резервные копии не весили слишком много. Напоминаю, что чтобы не пропускать такие познавательные интересные ролики, внизу есть кнопочка подписаться, жмите на нее и обязательно жмите на колокол, только тогда вам YouTube пришлет уведомление с выходом нового ролика. А как вы знаете, здесь обычно много всего классного, интересного, ну и лайкусик ролику влепите, чтобы алгоритмы YouTube тоже порадовались. На самом деле все просто до невозможности, нам нужно перейти в настройки, далее заходим в ваш аккаунт и здесь выбираем пункт, который называется iCloud. Мы попадаем в нашу схему по iCloud, мы видим, что у нас делается в iCloud, что не делается. Самое интересное, что внизу мы можем с вами выбрать резервное копирование и сделать, конечно же, копию. И, например, у меня, это просто будет важно в дальнейшем, фото тоже копируется в iCloud. Почему это важно? Дело в том, что у меня, как вы видите, куплен тариф 200 гигабайт, да, я плачу за него какие-то деньги, но мне удобно семейный доступ, то есть мы с женой пользуемся, часть использую я, часть она. 200 гигабайт в месяц не так относительно дорого и стоит. Поэтому я по этому поводу не парюсь, но вам покажу, как это все очистить. Как вы видите, мы можем здесь наблюдать, что занимает больше всего места в нашем iCloud. Конечно же, на первом месте фото. Если вы делаете фото в iCloud, у вас выгружен этот фотопоток, они постоянно туда копируются, понимаете, что это сжирает всю основную вашу память iCloud. Как вы видите, с далеким отрывом на первом месте 18 гигабайт. На втором месте как раз те самые резервные копии, которые мы с вами будем сегодня настраивать. Ну и дальше уже по мелочи, WhatsApp, сообщения, iCloud Drive, здесь у кого-то может быть много, если скачиваете файлы на iPhone и так далее. Как вы понимаете, это все можно настроить и удалить. Например, если мне не нужна копия сообщений, я могу зайти, нажать выключить и удалить. И у меня это все удалится. Но сейчас нас интересуют именно резервные копии, поэтому мы проваливаемся в них. В iCloud, как вы видите, у меня есть две резервные копии. Одна с моего старого iPhone, которая мне вообще в принципе не нужна. Это еще с iPhone 11. И вот как раз, когда я переходил на 12, она у меня и делалась. Видите, 2,3 гигабайта 27 ноября 2020 года. А вот это уже свеженькая, с iPhone 12. И как вы можете заметить, весит она 3,73. При этом, когда вы в нее заходите, здесь у вас начнет крутиться такой ползунок, который может крутиться очень долго. Я, может быть, если это прямо сейчас в несколько фраз не уложится, то вам просто отдельно покажу, потому что правда он может грузиться долго. Здесь у нас как раз написано, что выбор данных для создания копии. Здесь вы можете написать, показать все приложения, и вы будете видеть, какие приложения копируются в эту копию. То есть вы можете настроить. Например, если вам не нужна копия WhatsApp в резервной копии, то вы ее просто отключаете. Или вот у меня, например, ProMovie. Там у меня несколько роликов, и они копируются, естественно, в резервную копию. Мне, например, это нафиг не нужно, поэтому я могу отключить. И следующая копия сделается у нас меньше. То есть так можно уменьшить размер самих копий, чтобы они более комфортно хранились. Поэтому здесь можете повыбирать, что вам не нужно. Все приложения так или иначе какие-то данные собирают. Но, конечно, нужно убирать то, что находится в первой пятерке. То есть у меня здесь VK, Chrome, TikTok, ProMovie и WhatsApp. Например, VK, опять же, если вы знаете логин-пароль от своего VK, то, по сути, зачем вам делать резервную копию? А это занимает место. Чтобы очистить это, мы с вами, естественно, заходим вот в эту резервную копию. Здесь спускаем все вниз, но у вас не будет так много, потому что я нажал открыть. И, конечно же, мы жмем удалить копию, тогда эта копия у нас удалится. После этого ошибка, которая не позволяет вам сделать новую резервную копию, просто-напросто исчезнет. И вы сможете пойти и сделать новую резервку. Поэтому пользуйтесь. Метод очень простой. Можете здесь также все настраивать, что у вас занимает в iCloud вместо сколько. Либо, как вариант, всегда можно купить хотя бы 50 гигабайт в iCloud. По-моему, это стоит в районе 59 рублей в месяц. Как вы видите, у меня занято 33,3. Это учитывая то, что мы вдвоем с женой пользуемся iCloud. Получается, у нее 9, у меня 24,3. Как вы понимаете, я пользуюсь очень много iPhone, у меня выгружается туда все. Поэтому даже в 50 гигабайт у меня это все помещается. И резервные копии, и фотографии, и так далее. Вот такой вот простой у меня для вас способ. Если же этот ролик вам понравился или был чем-то полезен, ну, собственно, для этого он и делался, то, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх, это будет очень приятно. Как говорил ранее, вот там обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колку, чтобы классно ничего интересного не пропустить. YouTube вам тогда пришлет уведомление. Внизу в комментариях можете задать какие-то свои вопросы. Может быть, они у вас есть, или просто напишите, как вам этот способ, пользуетесь ли им. Или у вас, например, куплен iCloud, тоже будет очень интересно почитать. Как обычно, вот эти два видео специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, вот сюда конь, жмите, чтобы подписаться на канал. У нас с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok